Всем привет! И сегодня мы посмотрим на программу Adobe Illustrator Line. Расположение элементов и панелей в Adobe Line аналогично Adobe Draw. Поэтому подробно на этом я не буду останавливаться. Также создание проектов, имеющиеся проекты. Кроме этого имеются сэмплы для того, чтобы мы могли посмотреть, как выглядят работы и работы других пользователей на Behance, сделанные с помощью Adobe Line. Итак, создадим новый файл и посмотрим. В Adobe Line основная панель инструментов расположена снизу. Слева внизу у нас находится окошко выбора референсного изображения. Как таковой панели слоев в Adobe Line нет. Мы можем только вставить референс, но фактически мы будем рисовать в одном слое. У нас имеется 5 видов кистей, пластик, панель выбора цвета. У нас есть предустановленные и добавленные нами темы. И аналогично Adobe Draw мы можем добавить еще какие-то свои темы. В данном случае я выберу темы, которые я создал в приложении Adobe Color для iPhone. Для каждой из кистей доступны настройки. Для этого надо в течение 1-2 секунд просто придержать палец на нужной кисти. Мы можем изменить размер, прозрачность. И также для каждой кисти доступны дополнительные настройки. В данном случае это означает, будет ли моя линия все время прямой, либо на концах она будет заканчиваться такими штучками. Так как Creative Stilus 2 не поддерживается пока программы Adobe Line, мы не сможем его подключить. Вернее, мы сможем его рисовать, но это будет то же самое, что если бы я рисовал пальцем. Увеличение и уменьшение толщины линии происходит лишь из-за скорости, с которой я вожу стилус. Кроме стандартного жеста двумя пальцами в сторону для отмены действия, у нас также доступна множественная отмена. Для этого нужно приложить 3 пальца, и у нас появляется шкала времени. И перетягивая пальцы справа налево, либо наоборот, мы можем следовать по всему пути нашей работы и дойти до нужного нам момента. Это очень удобно. К сожалению, в Adobe Draw нет такой функции. Верхняя панель обладает аналогичными функциями «Оставить отзыв», «Сохранить копию в облаке», «Отправить в Photoshop» и «Отправить в Illustrator». Дело в том, что и на сайте Adobe, и в туториалах написано, что если мы отправим наше изображение, которое мы нарисовали в Adobe Line в Illustrator настольную версию, то мы сможем редактировать векторные объекты. Но я считаю, что это не так, потому что в итоге мы имеем растровый файл. Вот и написано у нас «Send to Illustrator». К сожалению, я не знаю, возможно, эту функцию ведут позже, но на данный момент на выходе в Illustrator мы получаем растровый файл. И никаких векторных объектов. В панели шаблонов у нас находятся также стандартные шаблоны, как и в Adobe Draw под группой Trace Packs, и довольно расширенная по сравнению с Adobe Draw под группой Stamp Packs. Обладают они теми же самыми свойствами. Включаем режим шаблонов. Снова мы же не можем у Stamp Packs рисовать по контуру, но можем поставить штамп выбранной кистью. Сейчас у меня сделаем поменьше. Несмотря на то, что у нас расширился список в подгруппе Stamp Packs, теперь у нас недоступна вкладка My Library, как это было в Adobe Draw. То бишь мы не можем вставить свои объекты, которые мы сделали с помощью Adobe Shape. Шаблоны из подгруппы Trace Packs у нас работают точно так же, как в Adobe Draw. Также обратите внимание, что на панели шаблонов есть иконочка шестеренки. Здесь мы можем включить направляющие и снайпинг, то бишь привязку. Также изменить угол. Обратите внимание, что когда я провожу линию, возле кончика моего стилуса появляется перекрестье, которое показывает мне, где я сейчас нахожусь. Это и есть направляющие, которые будут нам очень полезны при работе с перспективными сетками. Для того, чтобы выбрать перспективную сетку, мы нажимаем на иконочку расположенной справа. У нас доступна двухточечная перспектива, наиболее интересная с моей точки зрения. Мы можем сами установить угол и как будет повернут наш объект. Есть простая сетка, где мы можем изменить размер ячеек. Есть изометрическая перспектива. Нам доступно только изменение размера ячеек. И аксонометрическая проекция, где мы можем изменить не только размер ячеек, но и угол наклона. Давайте посмотрим на двухточечную перспективу. Я выставлю примерно какой-нибудь такой угол обзора. Нажимаем ОК. И да, мы конечно можем и сейчас тут что-то рисовать, но как бы это без толку. Включим режим шаблонов. Выберем Lines & Basics Shapes. И теперь мы видим, так как у нас включены настройки Снеппинга и Смарт Гайдс, у нас линейка прилипает к осям координат. И мы можем проводить идеальные прямые линии, соблюдая перспективу. Для того, чтобы изменить плоскость, в которой находится наша линейка, мы щелкаем по этой маленькой иконочке, которая находится рядом с линейкой. Как видите, теперь она изменилась. Теперь линейка находится в другой плоскости. И мы можем провести линии. Когда я провожу линию, то программа мне подсказывает, где мне стоит остановиться на пересечении. Появляется кружочек. Если я, то же самое будет на всех пересечениях линий. Раз, два, и идем дальше. На самом деле это очень удобная функция, позволяющая строить довольно сложные объекты. При этом соблюдая перспективу. Перспективу и точность линий. На этом все. Всего вам доброго. Рисуйте, не скучайте. Пока.